Как приготовить кофе в турке правильно. Как приготовить кофе для здоровья мужчин и женщин. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и фаршюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как заварить кофе правильно для здоровья мужчин и женщин. Обмен веществ у мужчин и женщин идет. Имеет определенные особенности. Которые может выявить этот вкусный ароматный напиток. Многие увлекаются именно этим аспектом. Иными словами, готовят кофе вкусный, ароматный. Но кофе может легко и просто нарушить ваш уровень здоровья. Если его приготовить неправильно. И в этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить или как заварить кофе правильно. Для здоровых мужчин и женщин. И если вы все делаете правильно. Иными словами, кофе это элемент здорового образа жизни. То вы пьете кофе десятки лет. И находитесь в состоянии здоровья. Если же вы что-то делаете неправильно. У вас может из-за кофе обостряться гастрит, гастродудени, панкреатит, язвенная болезнь, дискинезия желчного пузыря. Кто не знал, может и желчекаменная болезнь обостриться. А также ухудшится состояние печени, почек, сердца, легких мозгов. Иными словами, организм будет работать не очень правильно. И в этом видео я попробую вам показать, как же все-таки правильно и объяснить каждый элемент системы. Ну, огонь уже горит. Можно приготовить кофе. Можно заварить кофе в чашке, в термосе. Можно в кофемашине. Сегодня я расскажу, как заварить кофе в турке. Правильно. Для вашего здоровья. Для здоровых людей, напомню. Итак, огонь горит. Берем турку, берем кофе, помещаем кофе в турку. Кофе должен попасть в турку первым. Ну, примерно одна чайная ложка. У меня ложка немножко меньше. Я с небольшим добавкой. Обязательно закрыть. Кофе очень не любит кислород. Поэтому я рекомендую покупать кофе в зернах. И молоть кофе на несколько дней, не больше. Что делать дальше? Некоторые говорят, дальше должна попасть вода. Я бы сказал, следующим должен быть огонь. Объясню почему. Кофе в турке нужно поставить на огонь. И чуть-чуть подогреть. Буквально минуту-полторы. Для чего это нужно? В кофе есть жир. Который прекрасно растворяет тот самый кофеин. И образуется кофеоль. Именно та субстанция, которая дает одну из основных компонентов гаммы вкусовых ощущений. И кофе нужно немножечко нагреть. Лучше, конечно, при помешивании. Ни в коем случае нельзя добиваться того, чтобы кофе начал дымить. Нет, это неправильно. Такой кофе уже пойдет не в напиток, а в мусорное ведро. Вот кофе у меня греется. Некоторые советуют на этом этапе, чтобы улучшить вкус готового напитка, добавить сливочное масло. Не советую этого делать, если у вас нет хорошего врача-онколога. Если сливочное масло добавить вместе с кофейным порошком и поставить на огонь, при температуре выше 100 градусов, жиры сливочного масла разрушаются. Образуется канцерогенная кролин. И вероятность развития рака желудка печени как минимум у вас резко повышается. И поджелудочные железы в том числе. Поэтому ни в коем случае сливочное масло на этом этапе в напиток попадать не должно. Продолжаем нагревать. Ну и дальше уже после этого идет вода. Слышали? Зашипела вода. То есть посуда была нагрета выше 100 градусов. И в этом случае вы могли попасть, создать себе проблему, если бы там оказалось сливочное масло. Что делаем дальше? Дальше напиток греется. Оставим его на некоторое время. И расскажу, какое значение имеет вода. То, что говорят специалисты, знающие толк заваривания кофе. Они говорят, что вода может испортить любой самый хороший кофе. И я с ними совершенно согласен. Нужно правильно очистить воду. И по-разному для мужчин и женщин. Если для мужчин подойдет практически любая очищенная вода. Я имею ввиду вода, освобожденная от пестицидов, гербицидов, хлора, если у вас городской водопровод, где хлорируется вода. А также возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, солей, жесткости. Железо, если у вас трубы железные. Иными словами, для мужчины подойдет самая пустая вода, которую дает, например, обратный остеос. То. Для женщины эта вода подойдет только в одном случае. Если эта женщина хочет быстрее познакомиться с таким диагнозом, как остеопороз. У меня фильтр правильный. Он фильтрует все вот эти компоненты, оставляя только соли жесткости. Все убирает вредное. А соли жесткости очень полезны и очень полезны именно для женщин. Они помогут нейтрализовать. Один из вредных компонентов, который находится в кофе. Это щавелевая кислота. Если щавелевая кислота в напитке не встретится с кальцием. Она легко попадает в кровь. Кровеносная система кальций всегда есть. И в этом случае образуются оксалаты кальция. Женщина с гарантией теряет кальций из своего организма. Обостряется кариес, остеопороз. А если соли задержатся. Если женщина не знает, как правильно пить воду и сколько пить воды нужно в сутки. В почках могут образоваться оксалаты кальция. Самостоятельно они, как правило, не выходят. Имеют коралловидную форму. И в этом случае может вам помочь хирург-уролог удалить эти камни. Но тогда уже вместе с почкой. Поэтому я бы советовал использовать воду правильно. Воду жесткую. Она немножечко изменит вкус напитка. Я понимаю специалистов. Вы ведетесь на вкус. А я говорю о здоровье. Вкус останется. Вкусу так или иначе вы привыкнете. Но! К остеопорозу привыкнуть очень сложно. Это серьезная проблема. Поэтому вода должна быть вот именно такой. И она разная может быть для мужчин и женщин. Иными словами, если вода полностью очищена, то это только мужчинам. Женщинам не подойдет. А если остались соли жесткости, такой кофе могут пить и мужчины, и женщины. Еще какой компонент обязательно должен попасть в напиток? Он скрывается вот здесь. Для того, чтобы увеличить количество биологически активных веществ, которые окажутся не просто в напитке, а будут работать в вашем организме, его нужно добавить. И количество небольшое. Даже те, у кого нарушен обмен веществ и есть сахарный диабет, вот такое количество сахара могут себе позволить. Я добавляю напиток. Он еще не дошел полностью до этой консистенции. До той кондиции, которая нужна на завершающем этапе. И на этом этапе я добавил. При повышении температуры сахар увеличивает растворимость биологически активных веществ под названием биофлавоноиды. А они достаточно хорошим спектром действия обладают. И грех будет их потерять из этого напитка. Поэтому сахар обязательно должен попасть. Может попасть и другой ингредиент. Это соль. Она также улучшает экстракцию полезных веществ. Несколько повышает температуру кипения воды. Соответственно, чуть больше биологически активных веществ выйдут в раствор. Потому что время приготовлений будет несколько больше. Чем быстрее вы приготовите напиток, тем больше полезных веществ у вас окажется в жмыхе. Вернее, останется. И вы их просто выбросите. А в напиток они не попадут. А кофе очень богат полезными веществами. И очень расточительно их выбрасывать в унитаз. Лучше их извлекать правильно в напиток. Кофе у нас продолжает готовиться. И что я еще могу вам сказать в этом случае. Он пока еще... Ну, чуть-чуть ему еще осталось, чтобы дойти до той кондиции, когда он уже готов попасть в чашку. Какие еще особенности есть приготовления кофе? Конечно, если у вас стоит обратный осмос, но не выбрасывать же его. Хотя можно приобрести правильный фильтр и правильно фильтровать воду. Ну, это уже, как говорится, ваш выбор. Если у вас обратный осмос, есть еще один секретный ингредиент, который может попасть в готовый напиток. И он должен быть в напитке, который будет пить большинство женщин. У части женщин обмен веществ идет по мужскому типу. Поэтому им эта особенность они могут использовать, могут проигнорировать. И для большинства мужчин. Ну, для тех мужчин, у кого нет явления жирового гепатоза, стеаток гепатитов. Иными словами, не скомпрометирована печень. И не работает уже печень по женскому типу. Иными словами, она слабо поддерживает правильный обмен веществ. И не может создать нужное количество кальция в костной ткани. В этом случае, конечно же, нужен еще один секретный ингредиент. Это либо сливки, либо обычное молоко. После окончания приготовления, делаю акцент на этом, после окончания приготовления, вы можете добавить любой нужный вам по вкусу ингредиент в этот напиток. И только улучшите его лечебные свойства. Я понимаю, вкус меняется, но вкусно жить не запретишь. Но нужно жить еще не просто хорошо. Есть еще один компонент здорового образа жизни. Это хорошее качество жизни и хорошая ее продолжительность. Поэтому нужно, на мой взгляд, правильно готовить кофе и получать от него те результаты, которые вы хотите получить. А именно усилить ваш уровень здоровья, а не проверять свой организм на устойчивость к тем или иным заболеваниям. В данном случае, если мы готовим кофе в Турке, имеет значение, огромное значение имеет, где окажется щавелевая кислота. Если щавелевая кислота встретилась с кальцием, с солями жесткости, из воды в Турке, либо попал кальций с молочными продуктами в Турку, то такая щавелевая кислота образует нерастворимый в воде от салата кальций, кто-нибудь транзитом проходит по кишечнику. Если же вы кофе пьете, даже употребляете его с концентрированными источниками кальция, например, твердый сыр используете, либо другие продукты, здесь возможны варианты. Но вероятность встречи кальция и щавелевая кислота уменьшается. Соответственно, вероятность образования кальция в почках увеличивается, а также снижается количество кальция в костной ткани. А будет у вас на ранних этапах кариес, либо остеопороз. Кофе подошел. Вот самое оно. Вот подошла пенка. Некоторые говорят, можно еще раз довести до кипения. Я бы не советовал вам этого делать. Можно не угадать. И пенку вы уже второй раз не получите. Такой напиток уже готов к разливу в чашки. Ай, как красиво! Пеночку можно положить ложкой, кто хочет. Я пенку не очень люблю. Если кофе остается в турке, то для того, чтобы продолжить экстракцию полезных веществ, можно чем-нибудь накрыть, сохранить на дольше тепло, чтобы полезные вещества продолжали извлекаться. И приносили пользу вашему здоровью. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. О том, как заварить кофе в турке правильно. Для здоровья мужчин и женщин. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. Возможно, эта информация для вас была новой. Возможно, что-то вы сможете изменить в своем правильном приготовлении кофе. Возможно, вы уже кофе так правильно готовите. Я за вас рад. Если вы так готовите кофе, и ваше здоровье крепкое и надежное, вы не знаете, где находится ближайшее лечебное учреждение, то все прекрасно. вы подтверждаете своим образом жизни, своим уровнем здоровья, что так реально лучше приготовить кофе, чтобы здоровье сохранять. Добавите вы кофе перед употреблением молока, сливки, сливочное масло. Это дело вашего вкуса и ваш выбор. Но выбор без выбора. Каждый из этих продуктов дополнительный источник витамина D. Который не только улучшает обмен кальция. Многие признают витамин D гормоном. И считают, что он прекрасно выполняет эти функции, активируя обмен веществ в вашем организме. Иными словами, поддерживает вашу молодость. И эти компоненты обязательно должны поступать вместе с кофе. Потому как кофеин, который находится в кофе, он блокирует активацию витамина D3 в почках. Иными словами, активируя обмен веществ сегодня, он создает предпосылки для того, чтобы вы быстрее постарели и быстрее познакомились с теми заболеваниями, которые свойственны людям более зрелого возраста. Поэтому этот нюанс тоже нужно знать и правильно использовать. А как заварить кофе в турке? Либо как приготовить кофе? В зависимости от вашего индивидуального состояния. Я имею в виду, разные болезни могут по-разному требовать приготовить кофе. Об этом вы узнаете в следующих видео серии «Как заварить кофе правильно?» Либо «Как приготовить кофе правильно?» До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. И приятного вам испития здорового, лечебного, полезного, вкусного, ароматного кофе!